МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что сейчас происходит в регионе, узнаем вместе. С вами Артемий Заварзин. Здравствуйте. И вот некоторые темы нашего выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ждем свежий улов на прилавках. Около 600 тонн трески и пикши доставлено в порт Архангельска. Кто постарался? Уже работают в Вельске. Скоро поможет и Архангелогород. Конкризисный центр для женщин будет создан в столице Поморья. В Северодвинске открытый скалодром обещают возвести уже к концу года, чье имя будет носить 20-метровое сооружение. И в начале страшной дорожной аварии в Шенкурском районе три человека погибли и пятеро пострадали в результате крупного ДТП. Накануне около 16 часов на трассе М-8 около деревни Шипуновская в лобовую столкнулись недорожник Тойота и кроссовер Додж. В Додже ехала семья из Москвы, 6 человек. На месте погибли две пожилые женщины и 36-летний водитель. Двое детей и женщина получили тяжелые травмы и переломы. В Ленд-Крузере находились двое мужчин, один из них в крайне тяжелом состоянии. Накануне спецборд доставил из Шенкурской ЦРБ троих пострадавших в Архангельск. Это женщина, пятилетний ребенок и мужчина из внедорожника. Состояние двухлетнего ребенка и еще одного мужчины вчера было признано нетранспортабельным. Сегодня врачи предпримут еще одну попытку доставить их в столицу Поморья. Причины ДТП устанавливаются. К другим темам. Около 600 тонн трески и пикши доставил в порт Архангельска рыболовецкий траулер «Ветлуга». Судно находилось на промысле в Баренцевом море почти месяц. Сейчас идет разгрузка и уже через пару дней свежий улов поступит на прилавки магазинов. Владлена Романова наблюдала за работой в порту. Траулер «Ветлуга» можно смело назвать безотходной фабрикой на воде. Ведь сразу после вылова рыба попадает на производственную ленту. Сначала в специальной машине ее обезглавливают. Кстати, головы здесь же перерабатываются в рыбную муку. Далее по транспортеру чистят, затем отделяют печень, сортируют по размеру и отправляют в специальные морозильные шкафы. Замороженная рыба выбивается и по транспортерам подается на линию упаковки. Здесь одевается вкладыш-пакет целлофановый на каждый брикет. Потом упаковывается в мешки. Обвязочная машина. Здесь же на судне закатывают печень трески. Такая консервация считается самой полезной, ведь делается она из свежего сырья без лишней заморозки. За один рабочий день в этом тесном отсеке производят до тысячи таких банок. Мы берем, сюда ставим, здесь уже чистим непосредственно, промываем в пресной воде несколько раз и идет на закатку. Сначала расфасовка, потом закатка. Работа, работа и обед по расписанию. Несмотря на обилие свежей рыбы на судне, кормят здесь в основном мясом. Ведь в экипаже 45 крепких мужчин, которым нужны силы. А вот полакомиться чужим уловом иногда приплывают большие гости. Владимир Мельничок возглавляет Ветлугу три года. Говорит, судно такого класса позволяет заниматься промыслом до семибального шторма. Помощь в работе оказывает и современная техника. В прошлом году сюда поставили новое оборудование, которое показывает полностью, как идет трал, как туда заходит рыба, сколько все это можно определить. Практически все управление подъемом трала ведется прямо отсюда. С помощью таких рычагов лебедки вытягивают от 5 до 10 тонн рыбы. На выгрузку такого судна уходит в среднем 2-3 дня. Брикеты с рыбой отправляются на склад и уже отсюда ее увозят на продажу и производство. Владлена Романова, Александр Кузнецов, Регион 29. В Северодвинске построят современный открытый скалодром. Первое подобное сооружение на северо-западе России будет готово принять альпинистов уже в конце следующего года. Возведение 20-метрового скалодрома займет около полугода. Объект будет отвечать всем требованиям Международной Федерации скалолазания. Здесь будут предусмотрены трассы различной высоты и сложности, а также отдельная зона судейства. Сейчас в Федерации более 500 спортсменов, которые занимаются данным видом спорта. И данный объект, безусловно, будет являться такой отправной точкой, которая создаст необходимые условия для еще большего вовлечения именно молодежи в данный вид спорта. Проект был разработан еще в 2016 году. Сейчас удалось добиться федеральной поддержки. Общая смета объекта более 30 миллионов рублей. Вполне возможно, что новый скалодром будет носить имя известного архангельского альпиниста Михаила Ишутина. Форум «Команда-29» подводит итоги. Пять дней, пятьсот участников, пятнадцать проектных групп и разработок. Это если кратко. Уже через полгода участники форума должны будут представить губернатору доработанные проекты. Образовательная программа форума версталась корпорацией развития области совместно с региональным молодежным центром. У каждой разработки был свой заказчик. Власть, бизнес, некоммерческие организации. На форуме работал пул экспертов, лидеров сферы управления, задача которых – сохранить кадровый потенциал региона. Нас 14 человек. Это руководители четырех муниципалитетов. Северодвинск, Пенежский район, Вильский район, Онежский. И это руководители отраслевых министерств, министерства экономического развития, агентства стратегических разработок, министерства природных ресурсов. То есть 14 бойцов, которые работают как раз над формированием программы действий, изменения условий для самореализации активного населения в Архангельской области. Все позиции, все конкретные примеры, идеи, что молодежь хочет видеть здесь у нас, ляжет в нашу дорожную карту. Какие проекты форума уже сегодня можно назвать жизнеспособными? Какие разработки отвергнуты экспертами? Ответы на эти и другие вопросы дадим в «Бизнес Панораме» новый выпуск сегодня в 19.20 на канале «Регион 29» сразу после автографа дня. Уже работает в Вильске. Скоро поможет и архангелогородцам. Кризисный центр для женщин будет создан в столице Поморья. Помещение найдено, а вот с ремонтом пока проблемы. Об опыте соседей и планах наших специалистов Анна Рязанова. Помочь женщинам в трудной жизненной ситуации – такова цель социальной гостиницы «Вильске». Она работает с 2011 года при Центре помощи семьи детям «Скворушка» и оказала поддержку уже более 130 женщинам со всей области. Это жертвы домашнего насилия, беременные и женщины без средств к существованию. В настоящее время чаще всего обращаются женщины, которые находятся в конфликте со своим мужем, с близкими, которые подвергаются физическому насилию. Вскоре кризисный центр для женщин будет создан и в Архангельске. Инициатором выступила представитель движения «За жизнь» Евгения Щукина. Центр будет сочетать в себе стационар, кабинет психологической помощи, а также кухню и зону отдыха, чтобы женщина чувствовала себя как дома. Если же женщина решила сделать аборт, с ней проведут беседу и постараются вместе найти выход, чтобы сохранить ребенка. Это место должно быть доступно женщине, которая оказалась в трудной ситуации, не только ей самой, но если у нее есть дети, чтобы она могла было оттуда принято быть с детьми. И кроме того, она могла там находиться какое-то время, пока вот эта кризисная ситуация не разрешится. Помещение для центра выделено еще год назад, но пока не было денег на ремонт. А он требуется капитальный. Нужно менять окна, полы, приводить в порядок стены и покупать мебель. Надеются на помощь из областного бюджета или на грантовую поддержку. Для нас было бы идеально получить в этом году финансовые средства. У нас уже готова смета на ремонт, все сделано, чтобы нам отремонтировать и начать работу уже непосредственно, чтобы женщины к нам могли приходить жить. И хоть принять постояльца в центр пока не может, обратиться за психологической помощью по телефону можно уже сейчас. Анна Рязанова, Юлия Митина, Светлана Михеевская, Регион 29. Оторваться от земли и ощутить свободу полета. Такой подарок мама из Вельска сделала своей дочери по окончанию школы. Девушка привязана к инвалидному креслу. И полет на параплане уж точно станет самым ярким событием в начале взрослой жизни. Обаятельная и жизнерадостная Злата, несмотря на то, что некоторое ее перемещение ограничивает инвалидная коляска, словно и не замечает этих границ. Она давно мечтала ощутить свободу полета. Ничего нету. Просто хочу посмотреть сверху на наш город. Вот, какой он красивый. Ну, это как адреналин или что-то такое, а ты все равно испытываешь. Ну, я люблю там на аттракционах или что-то такое. Ну, я не боюсь взлетать. Мне кажется, страшнее, может быть, приземляться. Осуществить мечту Злата решила ее мама. Полет на параплане – подарок дочери на успешное окончание школы. Теперь можно со спокойной душой отпускать ребенка на учебу. Подготовки завершены, инструктаж пройден. Теперь можно в небо. Почти час в полете и от эмоций теряются слова. Это очень здорово, круто. Сначала как-то было тяжело дышать, а потом, ну, не знаю, ну, в общем, очень, я не знаю, что даже сказать. Заветная мечта осуществилась. Новая цель Златы – поступить в один из вузов Калининграда. А мы желаем ей удачи. Владлена Романова, Анатолий Квасков, Регион 29. И последнее. Региональная МЧС предупреждает. Сегодня в области ожидаются грозы, возможно, ливни, шквалистое усиление ветра. Порывы до 18 метров в секунду. Потому будьте осторожны. Такие новости к этому часу о развитии событий расскажем в вечерних выпусках. Новостей. Будьте с нами. Новостей. Будьте с нами.